Здравствуйте! Сегодня у нас четвертая передача из цикла философские этюды и сегодня мы расширенным составом. У нас в гостях, собственно говоря, мы в гостях у шеф-редактора канала Укрлайф ТВ Андрея Метлёва. Всегда добро пожаловать философом к нам. Да, он сам человек с философским образованием и без него эти передачи бы не имели бы ни смысла, ни содержания. Кроме того, у нас сегодня новый гость. Это доктор философских наук, философ Андрей, я прошу прощения, Олег Хама. Он зав. кафедры философии Винницкого национального технического университета и сумел создать в Виннице выдающийся философский центр. Человек, который французский культурный центр дважды награждал медалью сковороды философской за переводы с французского. Премии, да, премии, я прошу прощения. Ведущий специалист в Украине по Декарту, не только в Украине, человек, исследование которого по Декарту признали в Сорбоне, а это исключительный случай, когда европейские гуманитарии признают за кем-то право на дискурс национальный, скажем так, на родном языке. Для нас большая удача, что мы пригласили Олега сегодня в передачу, он сумел выкроить в своем графике время и побывать у нас. И Андрей Олегович Боумейстер, это доктор философских наук. Наш постоянный участник в нашей передаче. Здравствуйте, сегодня тема нашей передачи это переход к модерну от поздней эсхоластики философии Декарта, Паскаля и всех, кто их окруживал. Лока и Гопс, и кто там еще случился. И с вашего разрешения я задам тренд и задам я его вот так. Мы говорим о чем? Стержневой красной линией нашего исследования философского является то, что мы стоим перед цивилизационным выбором. Отказ от философии это цивилизационное самоубийство. И мы исследуем те цивилизации, которые допустили это самоубийство. И исследуем, как европейская цивилизация смогла пройти между Сциллой и Харибдой и стала от кем она стала. И что получается? Вот мы смотрим 17 век. К 17 веку подходят несколько цивилизаций. Европейская, христианская, исламская цивилизация, индусская цивилизация, китайская цивилизация, японская цивилизация. И мы можем сказать так, обобщить в сумме африканская цивилизация. Да, ну и плюс православная. Безусловно. Да, их уже не было. Значит, 6 или 7 цивилизаций подходят к одному и тому же барьеру. Мир и тогда уже был достаточно глобальный и общался между собой. И, тем не менее, случается что-то, что вот этот барьер, этот фазовый переход не смогли перейти ни одна цивилизация, кроме европейской. Традиционно считается, я придерживаюсь этой точки зрения, что решающей точкой перехода, решающим субъектом перехода, рычагом, который это сделал, и был Декарт. Он сделал что-то с философией, он что-то сделал с нашим мышлением, а я хочу настоять на том, что побеждает всегда более высокоорганизованное сознание. Значит, он что-то сделал с нашим общим сознанием, коллективным, что позволило европейской цивилизации совершить этот ход и, например, выиграть противостояние с Османской портой, которая была халифатом, имела огромные ресурсы и долгое время побеждала Европу в культурном отношении, или, по крайней мере, по многим параметрам побеждала. И вдруг случилось что-то. Вот тайну этого что-то мы попытаемся сегодня определить. Олег, вот мы знаем, что Декарт... Может, о книгах два слова? Да. У нас великолепное окружение бокалов, там вода, кстати. Вы не могли бы рассказать, Андрей Олегович, Олег, о чем эти книги? О чем там у Декартова? С чем мы имеем дело? Я думаю, что ты можешь сказать. Ты главный автор. Все-таки хоть это немножко не в нынешнем тренде, нашим сегодняшним, но о книжках скажем. Особенно о той, которая черненькая. Черненькая. Да, это книжка, которую мы издали с Андреем Олеговичем в 2014 году. Задумано, она была лет на десять раньше, пока шел процесс, так сказать, он был неспешен. Это новое издание Декартовых медитаций на украинском языке. Издание довольно-таки нетипичное. По крайней мере, я не встречал, чтобы где-нибудь... Скажи более подробно. Это главный философский труд Декарта, медитации о первой философии и рассуждении о метафизии. Особенность этого труда в том, что он двуязычен. То есть, сначала Декарт его написал на латыни и издал, а через несколько лет, через три года, его друзьями подготовлен авторизированный перевод, который Декарт тоже одобрил на французский язык. Хотя он никогда сам не переводил, но он всегда авторизовал переводы своих друзей. И вот получается, что этот текст дошел до нас в двух канонических версиях. Оба текста считаются, все-таки, первой более авторский, второй, так сказать, менее. Но он, поскольку позже, то Декарт носил некие изменения при авторизации. То есть, добавлял некоторые абзацы, хотя их немного слова некоторые там выправлял. Вот что-то такое вот. И оба эти текста имеют статус важный. И когда мы говорим о медитации Декарта, обычно среднестатистический слушатель не ориентируется на эти нюансы. А какой из этих текстов мы имеем в виду? Потому что французы в основном в своей традиции на французский ориентировались. В Российской империи, например, тоже. И дореволюционные переводы медитаций были все, ну вот, там один он был, вот, с французского оригинала. Первый, насколько я помню, русский перевод латинского текста, это Шейнман Топштейн, 94-й год. Второй том философского наследия. Вот, то есть, а различие этих текстов... В советский период все-таки были переведены, да, медитации? Были дореволюционные, конечно. Они с французского и в советский. И эти переводы в основном они переиздавались там после некоторых подчисток несущественных. Так вот, сами французы, в конце концов, задумались над тем, а, собственно говоря, о каком тексте идет речь, когда мы говорим медитации. И в 90-м только году во Франции был сделан такой потрясающий жест. Они перевели опять на французский язык латинский оригинал с той мотивацией, что, наконец-то, мы должны узнать, о чем писал Декарт в своем первом оригинальном тексте. Потому что всякие немцы, разные итальянцы, они ориентируются на этот самый латинский оригинал, а мы его практически не знаем на уровне образования. Французы переоткрыли для себя Декарта. То есть, говорит, ту авторизированную версию мы сохраняем как памятник, вот она остается, но она не всегда точно отражает этот самый латинский оригинал, поэтому нужен новый французский текст, иначе мы будем знать хуже Декарта, чем наши соседи. И, собственно говоря, эта тенденция в ее русле, в этой новейших, так сказать, подходов, был издан вот этот вот перевод медитации. Там три лингла. То есть, справа, слева латинский текст по изданию Адана и Тонери. Что можно показать? Ну, если это что-то сказать, там, к сожалению, мелкий очень текст. Вот здесь идет латинский оригинал с полной разбивкой на строки, как оно на странице стандартного издания. По-латыни-то и крупнее не прочтешь, так оно издалека. Ну, там при некоторых инструментах оптических это вполне читабельно. Не все эти врачи в конце концерта. Да, французский текст, там, без разбивки он идет на строки, потому что он не авторский в полной мере, поэтому Адан и Тонери его не разбивали на строки. А вот два украинских перевода с обоих оригиналов. И вы вместе с Александром Игоревичем сделали, да? Да, да. И плюс, ну, а главное здесь терминологическая концепция. То есть, у нас почему-то существует мнение, что перевод это вот взяли и перевели, и сдали, и все. В самом деле, это серьезная научная работа, потому что мы пытались создать такую терминологическую систему, которая бы, во-первых, отвечала внутренней структуре украинского языка, во-вторых, она ориентируется непосредственно на латинские и французские оригиналы, без языков-посредников, которые у нас так или иначе возникают. Вот как с Кантом украинским получилось, то есть он получается с языком-посредником через русского, так как-то неизвестно о Канте или о Лоском там идет речь в этом переводе. Ну вот здесь осуществлена такая попытка указать все различия между этими текстами, где они различаются, и все сходства, где они сходятся. То есть, ну, насколько оно удалось, это время покажет. Мы перевели только шесть медитаций со вступлениями. Возражения, ответы Декарта, то есть очень важный текст, но он очень большой, и просто времени на это не хватило. Поскольку всего там у него их, и не упомнишь, медитаций. Нет, медитаций шесть штук, но зато есть еще серия возражений. Очень большая часть, это часть живой полемики. Декарт просил, чтобы ему на его тексты критику присылали. Это 90 страниц из почти 500. Да, целый толп. Ну, по крайней мере, ну и плюс в этой книжке есть современные работы декартоведов, которые создали теперешние тренды в декартоведении, о которых у нас на постсоветском пространстве в целом особо не слышали. Вот, например, Жан-Люк Марион, который нам известен, в общем-то, как феноменолог, например, его книжки даже где-то в России, например, издавались. Но ни одна декартоведческая работа Мариона, а это номер один декартовед в мире современном. Вот там же Ким Сан, Он, Ван Кун. Есть и она, это все французы. Культура французская. Она профессор в Борду. Хороший специалист по средневековой философии и раннего модерна. Это вопрос о том, могут ли женщины быть философами. Ну, а этот толстый декарт, это просто арестович перед собой. Толстый декарт, это лучшее сейчас в мире издание полного собрания сочинений декарта. Оно итальянское, не французское. Оно такое толстое, потому что это тоже билингва. Дать его подержать, тысячи страниц. Сегодня достал Алексей. Это один из трех томов. Есть три тома. Том писем, он вообще такой. Если позволить, я добавлю, потому что мы говорим о билингвах, то есть о двоязычьих. И Алексей говорил о начале модерна. Да. И здесь очень важно подчеркнуть, что именно с декарта и с Джона Лока из 17 века начинается особый путь философии западной. Мы говорили о средневековой, когда был латинский язык, это язык философии. Здесь происходит некий взрыв, когда из, скажем, основы, из латиноязычной философии появляются языки национальных философий. Именно в 17 веке. И большинство авторов 17 века были двуязычными. То есть они получали классическое образование в Оксфорде, в коллеге Лафлэш, Декарте. Они изучали все по латыни. Но часть их деятельности, особенно популяризаторской философии, они писали на родных языках. И вот 17 век, когда национальные языки формируются и входят в широкий круг. Они переписывались с дамами, с образованными людьми того времени. Собственно, Декарте один из отцов французского философского языка, но и литературного тоже. Давайте контекст. Последовательность была такая, что я хочу дать языки, значит, французский, английский, а немецкий подключается позже. Итальянский был еще в позднем средневековье. И вот эти три языка, вот такой взрыв, немецкий. Каталанский. Каталанский язык стал языком философии. Раймунд Лули и так далее. Он стал языком гораздо раньше, чем тот же французский, например. Давайте контекст создадим, чтобы широкая публика понимала, о чем идет речь. Кто такой Декарт? Это человек, который писал дуэльные кодексы, редактировал, и книги по фехтованию. Он был дуэлян, задира. Что такое начало 17 века? Это мушкетерское время, 30-летняя война. Все воюют, кто может. Все такие рубаки настоящие, 30-летняя АТО, такое бесконечное. И вот появляется человек, который закончил иезуитский колледж, где давали прекрасное образование, но очень жестко ставили на определенные рельсы. И дуэлянт Забияка, настоящий французский дворянин, любит острое словцо, любит поваляться на перине. И там возле камина с вином. И вдруг он делает переворот. Вот что такого человека, дуэлянта Забияка и иезуита по фигуру? Он не был дуэлянтом и Забиякой. Не надо. То есть он любил фехтование, упражнялся в этом деле. Но особым дуэлянтом из Забияка... Ну, дуэлянтом в том смысле, что он был теоретиком дуэли. Из биографии нам достоверно... Понимаете, во-первых, что мы знаем о Декарте как человеке? Давайте изначально оговорим. Есть несколько источников биографических. Некоторые из них были написаны непосредственно после смерти Декарта, где-то там в 50-х годах. А есть... Самый главный источник – это двухтомник биографии жизни господина Декарта Адриэн Байе. Издан был в 90-х годах 17 века. Через чуть больше 40 лет после смерти Декарта. Который, в общем-то, аккумулировал слухи, анекдоты, достоверные сведения от людей в Декарта знавших. То есть, как современные исследователи утверждают, Байе – это человек, который очень афористически относился к истории. Причем он, когда пишет, он без перехода и без предупреждения делает. Где он описывает события, о которых что-то слышал, а где он свои предположения излагает. И он свои мысли вкладывает в уста персонажей Декарта, круг его общения. Поэтому Байет – очень ненадежный источник. Более надежными источниками являются современные объективные данные. Например, по истории коллегии LaFleche. То есть, можно было восстановить, какие профессора в каких годах преподавали. И, соответственно, если Декарт в том году учился или в этом, можно определить, у кого он слушал математику, философию и так далее. Так вот, современные исследователи серьезно подкорректировали, ну, это весь 20 век шла эта история. Ну, например, годы обучения Декарта в коллегии LaFleche. То есть, Байет утверждает, что он поступил в 604 году, в году основания этой коллегии. То есть, Декарту было 8 лет. На самом деле, он поступил 3-мя годами позже, когда ему было уже 11. И проучился там, соответственно, не до 1612-го, а до 1615-го. После этого он сразу, закончив университет, он поступает в сентябре, уезжает из коллегии, а где-то в октябре он поступает в университет Пуатье и через год получает бакалавра и лицензиата права. Вот это вот единственное время, когда он еще в Голландии немножко записывался на какие-то курсы. А так он был не университетским человеком. И вообще стремился, вот, говорил, что рассуждение о методе, что меня опрочили мои наставники к себе на смену, то есть тоже быть преподавателем, но я чужд этой идеи. Это, кстати, также новый френд модерной философии 17-го века. Сергей не школьная философия. Они не университетские профессори. Спиноза, Декарт, Лейбниц, хотя Лейбниц не закончил университет. А чем объяснить это бегство из университета? Мы все прошлые передачи говорили, что университет создал все, и потом бегство из университета. Да вот я бы сказал так. Это тенденция, которую мы... Когда мы говорим, что Декарт — это человек, который перевернул мир, мы пытаемся в символической фигуре сосредоточить работу цивилизации. То есть Декарт — фокус. Да, он фокус, он символической, можно считать, фигурой, но мы прекрасно понимаем, что это было время такое. Он просто был наиболее ярким выразителем тенденции, которая была давно. И в этом смысле современная история философии нам дает, в общем-то, довольно выпуклую картину. К сожалению, эта картина не присутствует в философском образовании массовом. То есть если мы берем образцы историко-философских курсов, заложенные где-нибудь там в XIX веке, и которые вот на этом постсоветском пространстве до сих пор благополучно живут, то там получается, что такой действительно Бекон там возникает, потом какой-то Декарт. И, в общем, этих фигур, собственно, достаточно, потому что они проявляют некие... Снова придумали кантианцы в немецких университетах эту схему. Придумали кантианцы, а, в общем, канон Гегель, наверное, вы. А канон Гегель? Гегельский канон, да? Ведь для него как? Главное, чтобы... Декарт, это... Короче, Декарт — это автор, который предшествовал нам. Да, да. Который породил Канта, а Кант — это наш... Абсолютная идея проявляется в отдельных, очень умных головах, вот в частности, там Бекон достаточно, Декарта... Прошлись по головам. Ну и Гегель тут, конечно же, самые счастливые баловины абсолютной идеи. Но современная история философии все-таки штука объективная, и она пытается копать фактаж. Слушайте, разгромили все мифы, с которыми я поступил к передаче. Нет, как правило, Алексей, это наложилось на марсистский миф. Это еще не все мифы. Когда немецкая классическая философия умерла, по свидетельству Энгельса, родилось нечто новое, но тоже, которое возводит свой рост Декарта и Канта. Совершенно верно. У него замечательные образы, может быть, он слишком художественный для уважаемых философов, но один известный советский философ, всем известный вам здесь, я думаю, что и наша аудитория, должен быть известен, Эвальд Ильянков, описывая в своих рукописях, вот он же готовил книгу о Спинозе, что вообще делает философия, он просто приводит в качестве такого образа некую пирамиду, не просто знание, а вот познание человека, там, своего себя и так далее. Это какие-то ступеньки, кирпичики, категории, и Декарт оказался вверху и отшлифовал эту верхнюю площадку. Вот смотревшись в эти все горизонты, оказалось, что не все так ясно. И, ну, тут хочется сказать, что все-таки, как ни крути, но вот прошлые передачи, все же, о схоластике, о том томе, но... Давайте, да. Какое-то разочарование было в схоластике, естественно, научные подходы. Ну, вот что мы можем констатировать, что закончилась схоластика, надо объяснить, наверное, почему она закончилась. Она еще не закончилась, да. То есть, Суарес, кто там еще последний был? Суарес, Суарес-то Суаресом, а университетские программы, они были сплошь схоластичными. Грубо говоря, Декарт – это человек, которому долго преподавали схоластику, вычурно. Ну, по крайней мере, года три он философию слушал. Значит, причем... 11, 12 и 13 лет человеку, он читает сложнейшие схоластические трактаты и комментарии на Аристоте. Нет, но он заканчивал уже в 19. Нет, но... Ну, даже в 19. Нет, но... Философию преподавали на телу форс, а теологию на северующих форс? Философия, ну, на начало оказалось? Нет, там, скорее, логика начиналась вот эти вот... Он был прямо, скажем, разочарован в этой мишке. Значит, не было там идеи универсальной математики, всеобщей. Философию он начинает изучать где-то с 1612 года. Вот он отказывается от схоластики, да, от схоластического мира? Не отказывается? Нет. Хорошо, давайте, что он сделал? В общих чертах парадоксальный вопрос поставил Алексей. Значит, мы говорили о университетах, и вдруг внезапно в гении 17 века, и это называется бегством университета. Я бы так не говорил. Что произошло? Ты себе кратко описал. Дело в том, что коллеги иезуитские обладали очень высоким статусом. И сам Декарт в своем дискурсе сказал, что я учился в лучшей школе Европы. Я учился в лучшей школе Европы. То есть гуманитарная наука, древние языки, схоластические тексты, плюс математика. Плюс очень высокие стандарты математики. И все, и Левниц, и Локк заканчивали эти же университеты. Но дело в том, что с момента средневековья образованная публика и элиты, скажем, политические, аристократические элиты стали образованными. И, например, Декарт и Локк переписываются с лучшими умами того времени не монастырскими, не университетскими. А светскими? А светскими, да. То есть можно сказать так, что круг почитателей науки и философии в 17 веке значительно расширился. Да, то есть мы можем для зрителей подчеркнуть, что до этого схоластика работала, работала, работала. И это было либо в своих стенах хрустки, либо монахи, так или иначе. И вдруг накапливается критическое число людей, выплескивается в светское море. И элиты становятся людьми, которые готовы дискутировать такие вещи. И русский перевод медитации сделан герцогом. То есть вот высшая аристократия. Один из друзей Декарта, герцог Делюин, очень серьезная семья. Вот один из отпрыска уберет и переводит своего друга в латинский текст. А потому что интересно. Просто по-самому что интересно. Но мы еще помним, да, что Хазимон Медичи, умирая, попросил, чтобы ему читали в диалоге Платон. Как бы это чуть-чуть раньше было. Кстати, вот воспользуюсь. Тут вот что надо понять. Вот эта тенденция отхода от университетов, это тенденция уже 16 века. Мы не поймем 17 век, возникновение Бэконов и всех остальных, когда мы не поймем, что все начинается, ну вообще в поздней схоластики все начинается. А как реакция на нее интереснейшие движения Академии в Италии. То есть откуда Галилей? Академия Де Ильинчей. Что такое Академии? Это мы привыкли. Сельсхоз, Академия, например, это один из видов университетов. Академия это кружки, неформальные объединения. Иногда они пользуются покровительством неких высоких персон. Поэтому у них там появляются какие-то возможности для тех же экспериментов и так далее. Но в общем-то, по большому счету, Академия это просто круг общения. Декарт, он в общем-то, как бы не университетский человек. Но зачем ему были университеты, когда он дружил с Мореном Мерсеном? И он имел отношение к кругу, собиравшемуся в келье этого самого Морена Мерсена, которая потом стала Академией наук французской. То есть мы можем сказать, что появилась альтернатива университета? Конечно. В том или ином варианте, как общественная формация, институция? Это то, что составляет интеллектуальную жизнь науки современной. Возникновение... Некоторые члены, например, кружка Мерсена, редкие, они преподавали в университетах. Например, Роберт Вальд, известная математика. Но если Роберт Вальд был, в общем, человек, лишенный, так сказать, особых средств существования, он зарабатывал так себе. Но Декарт, например, говорит, поскольку... Представляю себе, что преподаванием истины зарабатывать пошлые деньги какие-то нет, никогда... Меня всегда интересовало, за что же он жил. Он жил с доходов от полученных в наследство имений от бабушки. И, собственно говоря, поскольку он жил не на широкую ногу, то ему вполне хватало не только в Голландии снимать жилье, но и издавать книжки иногда. И вот эта тенденция... Очень много становится образованных людей, и автоматически университет дополняется внеуниверситетскими сообществами. И так оно, в общем-то, в мире до сих пор существует. Потому что, посмотрите, везде есть философские общества. А философское общество – это не сугубо университетская структура. Обычно, даже если люди преподают в университете, какие-то проекты они осуществляют вне жестких... Потому что университет – это всегда... Сейчас мы говорим общественная организация. Общественная организация. Это начало этих общественных... Это то, чего не хватает, например, вот у нас в стране. У нас есть, правда, слава богу, философский фонд, организация, которая пытается какие-то инициативы осуществлять. Но это вопрос массовых таких гезельшафт. Это вот должны организации быть... То есть люди, которые занимаются гуманитарной, по крайней мере, наукой, им тесно в пределах только университета. И 17 век и 16 век показывают эту тенденцию. То есть академии итальянские автоматически перерастают в какие-то аналоги в других странах. И лондонское королевское общество, оно вырастает из такого же кружка. Кружок Марсена – это вообще несколько человек, посещающих его келью. Потому что когда он перестал ходить, у него там с ногами были проблемы, то, в общем-то, стали приходить к нему. А он вел переписку со всей ученой Европой. То есть вся информация стекалась к нему и от него растекалась. Это был потрясающий работоспособности. Человек, который мог писать письма десяткам адресатов, получать от них ответы и писать еще другим десяткам адресатам. Сохранителя информации. Получается, что форму мы установили, в которой это произошло. А вот чем дискурс отличался? Есть еще один важный момент. Когда мы говорим о вне университетском движении, отказе от схоластики, есть еще один важный момент. Университетская жизнь была очень различная. Университетские школы и подходы были очень различные. И вот у нас есть такой замечательный историк философии в Одессе Сергей Секундант. Он как раз является уникальным специалистом по той части модерной философии, которая не входит ни в какие каноны. Именно конец 16 века, начало 17 века. Если мы, например, читаем Лейбница. Я в свое время по собственному опыту помню. Мы читаем Лейбница и он часто, когда критикует Декарта особенно, а он его критиковал в пух и прах постоянно. Он писал, что я его очень уважаю. Если собрать это все вместе, это такое впечатление. Несколько пожизненных сроков он уже заработал. За все. За воровство идей. За жалкие, вымученные решения, которые не выдерживают никакой критики. Там кошмар. Но я его уважаю. Он серьезный человек. Он употребляет кучу всяких имен, фамилий, неких немцев, о которых никто слыхом не слыхивал. Я тоже всегда читаю каких-то своих знакомых. Комментариев никаких нет, никто никаких сносок не делает. Ну, значит, люди несерьезные. Так вот, Сергей Секундант, он работает с той литературой, западной прежде всего, которая знает этих людей. Например, Иохим Юнг, который фигурирует у Лейбница, как человек, который предвосхитил того же Декарта и который гораздо глубже, по мнению Лейбница. Если действительно мы посмотрим произведение Юнга, идея метода там настолько четко представлена. Вот рассуждение о методе Декарта совершенно выглядит не оригинальным на этом фоне, но там 15 лет разницы. Он в 20-х годах писал вот эти тексты. Откуда берется немецкая университетская традиция? Она органически связана с североитальянскими университетами. И тут возникает такая вещь, как, например, Падуанская школа логики. В совершенно схоластическом университетской среде логика, это классический предмет, возникает идея того, что логика может быть методом открытия, если она трансформируется. Она не будет просто способом вселогистического доказательства и упорядочения материалов. Логика как средство открытия истины. В общем, идея старая еще. Инвенция. Инвенция аристотелевская. Падуанская школа, в общем-то, предвосхищает. Джекомо Забарелло такой есть. Надо этого персонажа изучать обязательно в историке философских курсах. В общем... Как сорт вина какой-то звучит. Да. Вот этот самый Джекомо Забарелло. И там целая школа, он не один. Там несколько... Декарта логика его не любил, строго говоря. По-моему, я в этом скажу. Отношение с классики Декарта. Не любил. Так вот, это же не та логика. Идея того, что Декарт понимает под открытием, под поиском истины, она предвосхищается, безусловно, подаванской школой. Распространяется не только на немцев, на юнга. Например, Пьер де ла Роме в значительной степени. Он в этой тенденции, опять же, работает. То есть, Декарт не возник на пустом месте. Более того, это место было настолько плодотворно. Это было огромное количество интеллектуалов. Это уже тогда была тенденция. А он в этой тенденции просто оказался фигурой наиболее яркой, если хотите. Современниками, не вполне признанной. То есть, во времена Декарта, когда он жил, кто был самым популярным философским автором во Франции? Насколько мне известно, это был некий Мариан Кюро де ла Шамбр. Которым тоже сейчас никто слыхом не слыхивает. Де ла Шамбр. Произведение многотомнейшее. Он писал, его не дописал. Искусство познавать людей. Это искусство познавать людей. Популярная философия. Популярная философия, да. То есть, его как раз читали светские люди. Карный французский. Да, что-то вроде этого. Только в многотомной форме. Он в крупной форме мастер. И вот он писал, например, одно из самых экзотических, когда он пишет о полах, женщинах и мужчинах. В общем, он говорит, как наука нам свидетельствует, у мужчин и женщин как видов существуют свои целевые причины. То есть, это чистый такой аристотилизм. Да, жесткий. И вот целевая причина женщин состоит в одном и в другом. Поэтому у них не может быть сравнимых моральных характеристик. Смелый заяц столь же противен природе, как трусливый лев. И поэтому, значит, добродетели женщин – это завистливость, лживость, хитрость, коварство и так далее. А у мужчин – честность, открытость, щедрость, благородство и так далее. Верну мыль. Это еще у Феофаста в характерах все было. Хорошо. Забивает философа. Сейчас мы нанесем им нищемной удар. Нет, так это эпоха. Он был не только мушкеттером, он же был еще артиллянистом, он воевал лично на геометрии, он участвовал в 33-го войне. Биографически неизвестно о его дуэлях. Известен только один случай, когда он переправлялся через какую-то реку в Голландии со слугой. На плоту, паром какой-то такой. И вот местные эти паромщики и жулики какие-то решили его обобрать. Какая-то публика криминальная. А он немножко подумали, что он не понимает вообще по-голландски, а он немножко понимал. И когда он понял, о чем идет речь, он тут же выхватил шпагу. И пока они там разбирались, как будут делить его денежки, приставил какому-то первому попавшемуся и сказал, ну сейчас я у вас всех тут. И они спокойно их потом отпустили со слугой, ничего им не сделали. Вот, собственно говоря, пример, чтобы он где-то его раны получал. Он не был, на самом деле, был человек довольно замкнутый. Хотя бы имел много друзей, но он не любил быть в центре событий. При случае... Раз ты сказал, нужно напомнить, что его главный девиз, что хорошо прожил тот, кто хорошо спрятался. Он почему так менял города? Он по Голландии, не знаю, почти два десятка населенных пунктов поменял местожительство. Пытался спрятаться от мира, наблюдать за миром. Как только он обрастает где-то знакомыми, в одном населенном пункте он неожиданно меняет адрес и не сообщает куда. Давайте контекст мы создали со всех сторон. Значит, мы можем констатировать, что он не возник внезапно на грядке, как некое огромное растение. Это была большая, где-то известная, где-то из подваль работы многих интеллектуалов несколько рек сходилось, которые сошлись, и вот они дали этот эффект. Так в чем же эффект? Почему Декарт все-таки... Почему он наиболее яркая фигура? В чем яркость? И в чем метод? Все говорят о методе Декарта. Я многих людей, которые изучают Декарта в нашем институте, спрашивал, ты знаешь, в чем метод Декарта? И говорили, ну и все. В чем метод Декарта? Мы можем сказать... Не ошибка. Не ошибка. Это традиционный подход о том, что главное произведение Декарта рассуждение о методе. Это просто стереотип тоже с 19-го века. Главное медитация. Да, главное это медитация. Ну, нашей передачи, к сожалению, не хватит, чтобы осветить, как, например, трактует Декарта тот же Марион, но это совершенно роскошная трактовка, которая совпадает с текстологией Декарта, но гораздо лучше, чем любые домыслы 19-го века. Идеологические модели какие-то. Так вот, если вернемся мы к контексту, все-таки мы не договорили, я хотел бы упомянуть о Джозефе Нидоме. Это такой ученый, микробиолог, по-моему, не помню, то ли биохимик, в общем, где-то из этой области. Но он занялся, занявшись историей науки, а потом очень увлекся китайской наукой. И потом женился на китаянке, и вообще... Погрузился. Это Китай был маоистский тогда, а он болелки. Ну, там ноги Китаем тогда, особенно среди левых, во Франции, например. Ну, и Нидом увлекся. Китайская цивилизация его покоряла и так далее. Но он исследовал проблему, почему при тотальном технологическом и научном преимуществе Китая в 16-м веке, в 17-м веке научную революцию совершила Европа, и в 19-м в опиумных войнах Великая Китайская империя просто оказалась в жалком положении, а не могла ничего противопоставить. Почему так? Почему бумагу, порох, деньги бумажные, часы, колесницу, едущую на север, всегда показывающую на север, и все остальное придумали китайцы? Почему в 15-м веке их флот там доплывал до Африки, состоял из многих сотен кораблей? По сравнению с самыми большими из них, Каравелл и Колумба казались спичечными коробками. Почему это все куда-то делось, а вот несчастная Европа, которая там от черной смерти до черной смерти из-за негигиенических условий, раздробленная, нищая, вдруг осуществила такой прорыв. По мнению Нидема, все дело в том, что европейская наука использовала очень плодотворную парадигму, недоступную, например, китайской. Анализируя дискуссии между иезуитскими, кстати, миссионерами, которые проникали в Китай в 17-м веке, и китайскими интеллектуалами, он делает потрясающий вывод. О чем говорят эти западные варвары, знаменитым китайским ученым? Они говорят о законах науки. О том, что природа, вообще-то, законосообразная целая, которую Бог создал в соответствии с законами. И законы эти действуют, их надо открывать. Какие законы? Этим западным обезьянам им объясняют, что законы создает император, если вам не известно. Он устанавливает в государстве законы, и вот император их меняет, устанавливает. А каким законам камень может подчиняться? Он разума не имеет. Вы хоть у себя там на далеких окраинах, значит, поднебесной, вы хоть понимаете вообще, да? То есть они не находили общего языка по той простой причине, что дао – это не закон. Дао – это путь естественного самовыражения природы. Природа самопорождает себя. И даже если, ну, я не могу дилетантски судить о китайской культуре, она страшно многоплановая. И там, конечно, с дао, наверное, нельзя таких редукционистских моделей применять. Но, тем не менее, идея научного закона, по мнению Нидема, может, и он ошибается, но я не знаю. Но мне кажется, что это красивая идея. Она возникает исключительно в результате креационистских убеждений, воспитанных схоластиками. В 20 веке это получило во второй половине недавно очень много текстуальных подтверждений. И мы говорили об этом просто в передаче. То, что Декарт, по крайней мере, эту креационистскую модель воплощает идеально, вот это я могу гарантировать. Как там с китайцами, не знаю. Может быть, они еще почему-то пострадали и не создали прогрессию. Хорошо, но ислам исходит из той же креационистской модели абсолютно. У нас была под боком у Декарта была османская турция, которая могла… Все на нее смотрели, да причем она стала более… А тут я бы добавил еще один момент. То есть, если мы реконструируем главные элементы. Первое – это наследие греков, философия, понятие Номоса. Второй момент – это римское право. Законы, которые не просто пишутся императорами, а законы, которые имеют на уровне естественного права высший статус и божественный статус. Третий момент – это идея сотворенного мира, то, что мир упорядочен рационально. Так. И это значит, что все ориентируется на разумный порядок, который можно познавать. И мы, подражая Творцу, тоже познаем этот порядок. И еще один момент, который принесла поздняя схоластика. Это было связано с понятием воли, о чем мы говорили. И когда с аристотилистами в 14 веке спорила другая часть схоластов, они делали упор на волю. То есть, рациональность плюс воля. И у Декарта понятие воли играет очень большое значение. Ну и роль познания играет воля. Свобода воли. Вот у исламского мира понятие свободы воли как таковое отсутствует. То есть, мы добавляем все элементы и скажем, не хватает какого-то важного времени. Не хватило витамина, который разрушил волюнтас. 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 О простых вещах. Ассоциации ближайшие. Почему Декарта, в самом деле? Почему там не сразу со Спинозы переход Егера до Марса, Легена Плеханова и современный филозов недалеко? По большому счету, мы говорим о Декарте как о традиции кортезианской, то есть дуализма. И тут важно... Дуализм не грамотное слово. Мы про психофизический парадокс. Это как минимум грамотный. Смотрите, с кем мы столкнулись. Есть проблемы или нет? Андрей, мы как дилетанты, смотрите, с кем мы столкнулись. Отменим дуализм. Мы сейчас наговорили всяких... Нет, мы говорим о каких-то тонкостях, там, друзьях Декарта, девушках, какие-то женщины... Это контекст. Контекст, это важно. Создали контекст. И переводи их. Это важно. Ну а как быть с вот этим дуализмом, с Декартами, с тем... Смотрите, с чем мы столкнулись. Вот мы пригласили специалистов по Декарту. Они хотят о главном, а главном ведь не хотят. С чем мы столкнулись? А потому что, получается, то, что мы считаем главным, оказывается, в современной науке уже давно развенчаны как вульгарные... Разливать стереотипы, которые мы считаем главными, надо начать с жизненных вещей, так менее психологическая травма амортизируется таким образом. То есть, во-первых, надо понять, что долгое время сама биография Декарта была неизвестна. Во многих моментах она неизвестна и сегодня. Портрета Декарта, на самом деле, вот тот, который в Лувре висит, он серьезно отличается от некоторых других прижизненных портретов. И, вообще-то, сейчас установить, как выглядел Декарт, мы, собственно говоря, тоже не можем в полной мере. То есть, насколько зыбка здесь почва, мы должны подготовить себя, исходя хотя бы из этого. А потом, почему Декарт стал символом? Потому что, на мой взгляд, он выдвинул блестящий провокативный слоган. Это самое когето эрго сумм, которое тоже все считают его исключительным, так сказать, достижением. И что, собственно говоря, тоже не так. Потому что в медитациях отсутствует тот текст, в котором его предполагают прежде всего. Там нет формулы когето эрго сумм. Там существует... Там существует формула эго сумм эго экзиста. Я есть, я существую. Там нет при этом никакого мышления. Я предлагаю, поскольку у нас... Душа-то там есть? Душа-то есть. Мы плохо знаем, как выглядел Декарт. Мы реконструируем его биографию, но мы очень хорошо знаем текст медитации. Да. Правда, недостаточно хорошо, потому что этот текст уникальный. И можно сказать сейчас о его структуре. Мне кажется, что анализируя немного его позицию в этом тексте, собственно, учение о методе появляется именно здесь в том значении, что здесь претендует Декарт на то, что философия может давать основания точным наукам. Скажем, выстроим небольшую цепочку, да. Скажем, есть математика, да, есть там точная наука, есть естественная наука. Но когда мы спрашиваем о неких основаниях науки как таковой, или когда мы спрашиваем об основаниях рациональности, мы должны обращаться к какой-то другой деятельности. Какой же? Наука необъяснимая собой себя, да, получается? Это должна быть философия. Но философия, она не является чем-то внешне существующим, что мы заучиваем по параграфам. А философия связана с чем-то, что мы можем воссоздать тут и теперь. И медитации, блестящий текст, сейчас Олег об этом скажет, они построены по методу прекрасного произведения искусства. Она разбита на шесть медитаций, которые некоторые интерпретаторы считают прообразом шести дней творения. Когда читатель вместе с Декартом совершает опыт мышления. И этот опыт мышления происходит из глубины вот этого эго, где он же встречается с другим основанием, которое является Богом. И вот этот путь от сомнения в первой медитации до преодоления сомнений, обретения почвы в глубинах самого духа. Ну такое, к Августину у вас ходит, к исповеди, да, в каком-то смысле? Дело в том, что там есть все, там есть Августин, там есть терминология Дунса Скотта, терминология других схоластов. Тут как бы соединяется очень много линий. Но вот то, что мы называем картезианством, духом Декарта, если так можно сказать, да, это попытка перестроить философию из некоего другого начала. Не как усвоенное извне, а как... Порождаемое изнутри. Порождаемое изнутри и проговоренное от первого лица. Это к первой нашей передаче имеет отношение. Помните, когда мы говорили о том, что... Главное было математикой. Он математикой хотел описать весь этот мир, универсальная математика. Но он пишет, что здесь речь идет о более точных доказательствах, чем математика. И вот почему он стал основанием Канта. Он сказал, потому что это свойство нашего разума быть наученным, да? Познавая законы, да. Мы можем с чем-то внутри столкнуться, что он может быть основанием для науки. Наиболее авторитетный исследователь современной Декарта Марион Жан-Люк считает, что переводить Декарта матезис универсалис, который впервые в правилах для руководства ума у него фигурирует в неопубликованном произведении, нельзя как универсальная математика. Потому что матезис в данном случае означает не математику, а именно универсальность науки. Как таковое слово «познание». И Декарт в данном случае ориентируется именно на вот эту общую модель. Причем то, что Андрей сказал очень правильно, это зрелый Декарт, который ищет основания мышления науки где-то вне. С Богом в глубине, где он должен с чем-то иным встретиться. Так Декарт мыслил не всегда. И его раннее произведение, которое он не собирался публиковать, судя по всему, но всегда возил с собой во всем поездках. Потому что не дошел до нас его рукопись, но есть описание этой рукописи, что она была испещрена всякими пометками и так далее. То есть он везде возил с собой текст, который публиковать не собирался. Это такой ранний памятник его мысли, когда он пытался построить мышление на самом мышлении. Когда он пытался вот этот самый метод выстроить... Система правил. Система правил, основанная на внутренних очевидностях нашего мышления. Вы говорите, где берем максимумы? Берем из мышления, собственно. Из того, как оно работает. Там он подробно исследует, чем дедукция отличается от процедуры, называемой интуитус, которую у нас тоже принято переводить как интуиция, а на самом деле не следует. Потому что интуитус не интуиция. Для Декарта это просто латинское слово, которое означает очень пронизительное, сконцентрированное зрение, всматривание. И этот самый интуитус, механизм его, как он получается, он сугубо внутренне ментальный, внутренне мыслительный. Собственно, эта парадигма, по мнению современных исследователей, она исчерпывается где-то к 1629 году, этот год, когда Декарт переселяется в Голландию. И уже в следующем 30-м году он пишет весной три письма Мерсену, в которых излагает свою знаменитую концепцию сотворения богом вечных истин. Буквально несколько, даже не несколько страничек, просто очень мало текста. А тем не менее, на мой взгляд, тоже это ключевая концепция Декарта. Потому что когда он эту идею создания вечных истин богом применяет, он использует понятие кауза и бога как причины. И вот соединение внутренне мыслительного мира, который тоже имеет какие-то свои основания, но не имеет гарантий, по мнению Декарта. То есть мы можем найти аксиомы в себе, но что есть основания наших аксиом? И вот найти более убедительные основания для этого нужна только метафизика. И Декарт переходит к метафизике. И его ключевой пункт этой метафизики 1630-й год – это идея сотворения вечных истин. Потом можно текстуально доказать, что эта идея является основной матрицей в медитациях и всех остальных произведениях. Обираясь на нее, он отстраивается. То есть его философия многослойна. Дуализм, если у нее есть, то он есть вовсе не в душе и теле. Эту-то проблему сам Декарт по-своему решает. Просто никто не хотел это видеть, во-первых, или признавать решением. Хотя для его системы это решение мы потом скажем, если будет время. Я думаю, что философия Декарта столь характерна, потому что она содержит в себе возможность... Потенциально она содержит в себе вообще всю философию нового времени. Но там две субстанции, скажите, на языке философии. Или одна? А там есть, например, такая вещь, как субстанциальный союз. Почему никто не говорит о том, что есть две субстанции и никто не говорит о субстанции? И на самой себя там точно нет у Декарта, да? Почему нет? Ну как, что субстанция хочет самой себя? Это ответы на возражения. Кауза суи – это третье доказательство бытия Бога у Декарта. Оно фигурирует в ответах. Просто никто не читает тексты до конца. Слава субстанцией, мы, конечно, тексты не читаем, но на уровне преимущества идей. Какие идеи главные? И делая наследие, просто так, чтобы понять. Я подхвачу это. Дело в том, что обвинение Декарта в дуализме, оно имеет право, потому что англосаксонской философии, аналитики долгое время избрали Декарта как контробраз, на котором они отшлифовывают до сих пор свои монистические подходы. Да, там мольбранши, там слуха было. Андрей прав в том, вот слово дуализм, конечно, оно сегодня подвергается атакам, но он прав в том, что задача Декарта, он в предисловии об этом пишет, там ряд предисловий, в том, чтобы четко отделяя дух от тела, это очень важный момент, понять, где источники достоверности и основания познания. То есть он как бы работает на противопоставлениях. Так вот, скажем, большинство людей ориентируется на чувственное восприятие и считают, что непосредственный опыт дает нам знание о мире. А воск меняется на глазах. Да, да, а воск меняется на глазах. То есть это то, что связано с телом, и как он начинает принципы философии, что мы в детстве привыкаем к этим чувственным образом. И потом не можем отказаться. Человек-машина, что не его идея, что ли, так сказать. Сейчас мы об этом скажем. Это в то время очень было распространено. И вот получается, что ему важно переключить восприятие читателя, который мыслит вместе с ним, от телесного мира, который для него важен. И он также изучал этот телесный мир. Ну, шашковидная железа, как минимум. Переключить на некие другие источники достоверности и показать, что источники достоверности находятся в духе. На это увидимся, четко делим дух от тела. Можно ли сказать, вот у меня родилась мысль, что он предлагает радикальное раскрепощение ума. Он говорит, что основания в мышлении предлагают ретикуму. Да, есть основания в самом нашем уме. Да, ретикуме. Незачем брать где-то этот самый, а не в самом уме. Просто гарантом тем, кто гарантирует вечность этих истин, является Господь. Ум — это переход, потому что возникает оба идея Бога как самого главного гаранта. Вот кантианцы и некоторые историки философии пытались это подавать как начало субъективной философии. И вот хочу я вот этот порог немножко, также предрассудок, что вот как бы вся философия в глубинах субъективности, и от этого начинается новый виток философии. Так Гегель начинает свой третий том. То есть западная философия возвращается на родину, в сферу субъективного духа. Но Декарт сложнее. Олег правильно сказал, что там многослойность. Очень многослойность. Придя в глубины себя, мы видим там некую идею, которую он называет идеей Бога. Это третья медитация. И окончательный источник достоверности все-таки не в глубинах человеческого духа. Я бы сказал так, в глубинах человеческого духа человек принимает опыт достоверности. Он приходит к некой границе своей. К некой границе. Но он не придет к этой границе, если будет идти неправильно. То есть главная идея Декарта, это идея не просто ума нашего, который способен на неимоверные вещи. Это идея созданности нашего ума. В том-то и эффективность этого инструмента, говорит Декарт, что он не просто хаотическое целое или совокупность какая-то. Он упорядоченное целое. Если мы найдем, поймем способ этой упорядоченности, мы поймем, как работать с этими инструментами. Если мы попадем на этот путь естественного света. То он будет работать сам по себе. То есть идея естественного света, ведь это не просто так. Почему по Декарту атеист не может быть ученым по-настоящему? То есть он же ведь не отвергал то, что атеисты могут быть людьми умными. Почему атеист не... Но помню, что с Галилеем случилось, как минимум, да? Поэтому приходилось ему так считаться с церковью в то время. Я думаю, не так все это было легко. Он, кстати, был... Вот эти обвинения Декарта в скрытом атеизме. Вот от него шаг до атеизма совсем чуть-чуть. Но когда он жил в Голландии, если в городе было какое-то место, где тайно собирались католики, чтобы мессы служить, ведь в Голландии не было церквей и католичных. Там помнили еще эту войну страшную. И там преследовался католицизм. Но эмигрантов было из Франции много. Ну или просто людей, которые там жили. И вот если где-то было богослужение на частной квартире, то Декарте его посещал. Кто его заставлял? До сих пор в Амстердаме сохранилась одна из таких храмов под крышей дома, прямо наверху. Никто же ведь не заставляет человека, больше того он может настучать, например, вот они проклятые клерикалы. Почему атеист не может быть ученым? А почему атеист не может быть ученым? У него нет никаких гарантий, что он говорит не о своих фантазиях, а о мире. Ведь его трактат «Мир» помните? Давайте вообразим мир как басню некую. Давайте его... Хорошо, мир можно вообразить как басню, но откуда гарантии? Нет последнего основания. Да, нет последнего основания. Говоря, ученый может утверждать, что х равно у, но нет гарантии ни х, ни у, ни равенства. И в чем он его находит? В той же концепции вечных истин он изначально утверждает, говорит, да, я знаю, Бог как всемогущая сила, я не могу накладывать на него никаких ограничений. То есть говорить, что Бог подчиняется закону достаточного основания или что он не может мыслить противоречия, это вообще абсурд, потому что мы его тогда подчиняем Стиксу и судьбам, говорит. Мы его как Зевса мыслим какого-то, который пытает Прометея, потому что не знает, кто же его свергнет с престола. Это, говорит, абсурд. Но гора может существовать без долины в божественном перспективе божественного всемогущества, там все возможно, значит и это. Но я, говорит Декарт, создан с таким умом, что я не могу воспринимать гору без долины. Я не могу 2 плюс 2 не считать 4. И вот эта созданность моего ума является гарантией моих выводов, а также то, что Бог не желает греховного коварства. Современному циническому разуму это было бы, наверное, наивно воспринимать как какие-то доказательства. Но давайте же будем последовательны в нашей культурной толерантности. То есть Декарт – это представитель типа, который, скажем так, не теологическое, а вот притворяет это религиозное содержание в форму научной добродетели. То есть неблагочестивый человек не понимает того, что Бог не желает греховного коварства. Поэтому его мир сегодня есть, а завтра нет. Это басня, которая уже ничем не подкреплена, и он может верить в эти результаты своих научных исследований только до тех пор, пока хочет. А человек, который верит, что он создан с таким умом, у него есть чувство долга. У него есть уверенность в том, что даже если он морально надломится, и мир покажется ему пустым, пошлым, так сказать, и он начнет его деконструировать по собственному желанию, то это чувство долга его призовет к некой дисциплине. Вот, собственно говоря, мы видим сейчас, мир лишен этой внутренней дисциплины. Он басня. Честно, что он говорил, что проблема людей, которые разуверились в Боге, не в том, что они не верят ни во что, а в том, что они теперь верят во что угодно. Да, да, а человек слабый. Вот в каком-то момент его эти силы оставляют. Вот судья и мститель своего закона, как говорит Ницше. Вот кем должен быть сверхчеловек. Ну, вот так в дурдоме попадают, в общем-то, когда ты начинаешь брать на себя функции миростроителя и быть и судьей, и мстителем собственного закона. Человек устает от всего, в том числе от этого. Ну, это, так сказать, экзистенциальное рассуждение, но по Декарту предельное основание... Ну, наука должна быть достоверной. И она должна быть не просто локально достоверной, не просто вот сегодня нам дали хорошие результаты, мы построили вот эту машину, потом мы построили еще одну машину. Идея для него науки, это идея возвышенная, это идея истины. То есть мы не просто, да, наука дает результат, говорит Декарт, она нам поможет в медицине. То есть он практически эти последствия видел в тот век, когда наука еще была во многом интеллектуальным занятием, не очень практичным. Но только начиналось ее технологическое, так сказать, массовое применение. Но он никогда не совершил бы своих открытий, если бы у него не было этого возвышенного пафоса, возвышенного понимания. Весь 17 век на этом возвышенности это и возрос. Экзультация такая барочная. Да, 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 я согласен. Андрей Викторович, а вы хотели возразить? Потому что время как-то мы к нему подошли, к этому модерну, и так мы его... Нет, я бы сказал не то, что возразить, а сказать как бы дополнительно. Потому что этот очень красивый образ науки, который Олег описал у Декарта, он имеет сегодня четко аналогии в современных дискуссиях философских. Потому что речь идет о том, что может быть источником теории истины и теории достоверности. Откуда я знаю, что мои знания о мире достоверны? И вокруг этого разворачиваются, скажем, дискуссии... Аналитическая философия, да? Центральный вопрос. Да, центральный вопрос, да. Или там в философии сознания, все-таки сознание сводится к телу или нет, сводится к мозгу или нет. Вот, кстати, грубо говоря, эти вопросы породил Декарт. Эти вопросы породил Декарт. Тогда давайте попробуем вот такую линию выстроить. Смотрите, если вы не возражаете. Значит, сознание как единое целое. У него есть принцип организации. Я уверен, что принцип этой организации и оказался тем главным рычагом, который сделал с европейской цивилизацией то, о чем мы говорили. Сумел перешагнуть. Давайте эту линию выведем. И еще попытаемся следить в авторах, которые были после Декарта, в том числе в англосаксонских. И маховик же после середины XVII века раскручивается просто невероятно. Промышленная революция пошла. Как этот принцип организации сознания и сказался на всех наших общественных практиках от медицины до парламентаризма. Вот это давайте попытаемся следить. Благодарю, что вы специалист по философии права. И когда Китай нас догонит и перегонит. И давайте еще скажем в конце. Когда он станет кортезианом. Не исчерпался ли этот метод? Очень много сейчас говорится о закате западной цивилизации, что нас все-таки обгоняют тот же Китай. И тогда не исчерпался ли этот метод? Не нужно ли придумать что-нибудь иного? Или мы можем черпать основания дальше оттуда? Вот по таким решкам пройдем, если вы не возражаете. Кстати, Декарт подчеркнуто избегал каких-то социологических импликаций. То есть попытки осмысливать общественное явление он отвергал напрячь. Ну это англосаксонская прерогатива, по-моему. Понимаете, нет. Он вообще-то считал как? Что не будучи готовым призванным ни по рождению, ни по способностям, как он пишет, управлять обществом, вершить судьбы и так далее, я вообще не собираюсь этого делать, потому что наука отвечает за ясные и отчетливые идеи, а в этой сфере их нет. Здесь есть некие только условные конструкции, конвенциональные, которые, расшатывая, можно только разрушить. То есть потом Паскаль это выражает в знаменитой максиме, кто докапывается до корней закона, тот его уничтожает. Уничтожает наивную веру в его авторитетность, показывая неприглядные основы. Так вот, Декарт сам по себе, он никогда ни за что не подчеркнуто дистанциировался от осмысления общества. Но мы вынуждены это делать. Но уже его последователи, например, такой был в 70-х годах Пулен де лабар, Франсуа, написал знаменитый трактат о равенстве полов, в котором, исходя из картезианской идеи о том, что человек по сути своей это мыслящая субстанция, а в смысле мыслящей субстанции, что женщина, что мужчина, вообще никакой разницы между ними нет, он отсюда делает прямой вывод, так почему же одни в армии служат, а другие не служат, одних в прокуратуру, прямо армия, суды, власть, университеты, везде должны быть женщины, потому что они в смысле субстанциальном не отличаются. Ну, он рассчитывал, я не знаю, на что он рассчитывал, скорее всего, он рассчитывал на скандальную репутацию, но этот трактат, к сожалению, вообще не заметили современники, то ли в силу того, что он показался им несерьезным, была пара благожелательных, относительно благожелательных рецензий. На полстранички. А потом давайте посмотрим на современные университеты, суды. Ну, вот что, далеко ходишь. Вот, да, посмотрим на обложку этой книги. То есть, на самом деле, эти декартовские принципы, то, что он их не собирался применять, это ничего не значит. Тут не от декарта все зависит. Эти идеи жили сами по себе, и вот сегодня мы видим, собственно, эголитаризм во многом обусловленный картезианской позицией. Но если мы вернемся к, собственно, к, собственно, философским основаниям, то тут получается еще вот какая вещь. В чем сложность декарта и проблема дуализма, о которой сейчас все спорят. То есть, для декарта не существует дуализма души и тела, на самом деле, потому что у него есть очень специфическое понимание тела. Некоторые, вот когда говорят субстанция и декарт, мы загоняем подсознательно этого мыслителя в парадигму субстанции схоластической, аристотелевской. То есть, субстанция это что? Это вещь, которая реально отличается от другой вещи. Это то, что не пребывает в ином субъекте. То, что не является свойством чего-то иного. И в этом смысле между двумя субстанциями пропасть, как Лейбниц потом писал, между монадами нет окон. Это две абсолютно различные вещи. Так вот, у декарта уже нет этого понимания. Вот он слово субстанция употребляет и даже определение дает традиционное вот в этой книжке. Но в шестой медитации он говорит о субстанциальном союзе души и тела, который ставит в тупик всех исследователей. Это совершенно новый. Его пытались трактовать как композит средневековый. Его пытались трактовать как третью субстанцию. И возник термин триализм Декарта. Даже такой был. Но это все полная ерунда, потому что все эти интерпретации бессмысленны. Союз души, субстанциальный союз, это субстанциальный союз. Это, собственно, учение Декарта в его чистом виде. Его надо понимать в его слова. Трактовка как психо-гнического парадокса. Возможно ли это все тоже? Нет, никакого там нет парадокса. Он считает, ну, рациональные, современные... А психологи с этим разобрались в 20 веке. Современные интерпретации сводятся к тому, что Декартово понимание... Короче, нашему мышлению свойственный так называемый пассивный модус. Этот пассивный модус сводится к чувственности и называется у Декарта моум корпус. Мое тело. И вот это мое тело, это принципиально отличающаяся вещь от тел внешнего мира. И поэтому, когда говорят, что нужны какие-то оказиональные причины, там вот Мольбранс и все остальные, для того, чтобы объяснить параллелизм процессов в мире и в моем уме, который от него реально отделен, от этого материального мира, в самом деле не понимают простой вещи, что Декартов ум и его реальное различие, когда его там спрашивали, вот письма просто надо читать, он говорит, да, я в медитациях должен был сосредоточиться на различии этих двух субстанций, чтобы показать момент, независимости нашей. Но впоследствии я вернусь к другому аспекту, то есть я покажу вообще-то их единство и интеракцию. И переписка с принцессой Елизаветой как раз его натолкнула на эти идеи, и потом закончилось все страстями души. Просто Декарт не вовремя умер. Это один из ярких примеров, когда человек, а может и вовремя, я не знаю, то есть если бы он свою систему закончил, если бы он выработал терминологию, в которой бы ясно излагались его идеи, может быть он не произвел бы этого фурора, не вызвал бы этого шквала критики, уничтожающей, которая на него полилась со всех сторон в 17 веке. То есть он великая фигура, потому что он великий провокатор оказался. А все потому, что просто не успел что-то дописать. Встроенную систему по-немецки создать. Да, вот такая вот получилась... Тем не менее, все равно у нас есть ряд его главных работ и медитаций, принципы философии, где вычитывается главное, что потом влияет на философию нового времени и современного. Да, то, что влияет. Вот нечто повлияло на это. Какой главный принцип организации сознания будет? Я бы порекомендовал нашим слушателям взять и внимательно перечитать медитацию первой философии. Это важно. Потому что нас спрашивали, ясно, что Фому Дунса Скотта читать трудно, Аристотеля читать трудно. Да, Декарта, кстати, можно читать. Но вот после Платона можно взять руки Декарта и увидеть там, во-первых, продолжение вопросов Платона, потому что в первых сомнениях, когда он говорит о сомнении, он выстраивает что-то похожее на миф о пещере, когда мы отрицаем как бы пласт за пластом. Мы сомневаемся в чувственности, в физическом мире и, в конце концов, в математике. То есть мы требуем этого основания, достоверности. А потом свои способности ясно осознавать. Ясно осознавать. И вот ключевое в понимании сознания это третья медитация, где он как раз показывает, а что же такое Дух, какова его структура. Вот есть идеи, есть суждения. И вот этот порядок ума, порядок сознания, он очень тщательно анализирует, находя в нем что-то, на чем все сознание строится. Условно говоря, речь идет о некоем порядке, который имеет свой центр или свой фундамент, как угодно. Это по Декарту является идея Бога. Когда от опыта я-мышления или от опыта мышления от первого лица мы приходим к чему-то, что дает этому первому лицу некую почву. И он впервые тогда употребляет термин субстанция. До Бога, до доказательства бытия Бога, он никогда в медитациях не употребляет термин субстанция. Он говорит о вещи, но эту вещь не надо понимать как субстанцию, а его как раз так и понимают. Потому что он исходит из того, что мы еще не знаем, кто мы. Не знаем, кто мы. Вот что интересно. То есть, когда он говорит, кто же я, кто я мысль? А вся традиция на том построена, что когда он говорит res cogitans, это он говорит субстанция cogitans. А это совершенно неправильно. Кто мы? Кто этот мыслящий во мне? Res это условный термин, который говорит нечто. Res это да. Это обозначает, что... Я нечто мыслящее. Что он, кстати, по-латинской и нечто очень часто употребляется. Дуалист, он и есть дуалист. Не могу усомниться. Вот... Спиноза преодолел или нет? Вот скажите мне одним словом. Одним словом, кратким. Спиноза все-таки, да. Преодолел ли он дуализм? Он пытался. Дуализм, которого не было. Преодолен ли дуализм? Но у Декарта встречается термин Дунса Скотта distinцию реалис. Когда он говорит о духе и теле, он говорит о том, что это существует реально отличие духа от тела. И вот эти его рассуждения, конечно, дают основания. Дают основания, как его все и понимали. Или, говоря по-другому, дух имеет принципиально иной способ бытия, чем тело. Другой онтологический регион. Другой онтологический регион. Другое дело, как они взаимодействуют, о чем говорил Олег. А между ними союз есть. Так вот, возвращаясь в порядок. Союз, с которым Бог установил. Субстанциональный. Более того, Бог является основанием не только союза духа и тела, или души и тела, а Бог является гарантом соотношения моего сознания с внешним миром. То есть Бог — это тот, кто гарантирует переход от мира сознания к миру реального бытия. Он отвечает за достоверность в моем сознании. То есть Бог — это некое основание или некий персонаж, отвечающий за достоверность, отвечающий за истину. Да, он не может вожелать греховного коварства. Тот, кто отвечает за истину. Да, если так разобраться, то, грубо говоря, воскрешение в теле — это потому и необходимо, что и субстанциональный союз. Правильно? Да, и сегодня некоторые аналитики, например, Свинборн, они как раз строят, они, во-первых, картезианцы. Алексей пользу какую-то нашел во всем этом. Конечно, великая идея. Воскрешение в теле. Польза в чем? В современной дискуссии как раз апеллирует, у Свинборна есть книга о душе, где он апеллирует Декарту и говорит, что реальное отличие души и тела утверждает, во-первых, что в естественной ситуации они должны сосуществовать, но логически и онтологически это не исключает отдельного существования духа, может быть, в другом теле. Но речь идет о принципиально ином. В этом мире мы находим много телесного, но в этом мире мы не находим других существ, в которых было бы что-то, что проявляет другую онтологию, что проявляет другое. Да, да, да. И указывали... Вы говорили о циническом разуме в ссоре перебил, да? Да, да. Имеется ли Слоттердайк, да? И вот как он-то с Декартом там поменился? Я не имел в виду Слоттердайка, я имел в виду просто циническое сознание, которое сейчас является нормой. Это вся Декартовская возвышенность, которая была нормой для него. К сожалению, из нашего мира ушла, и мы имеем все современные наши проблемы. У Декарта, у Декарта в первой медитации есть интересная подстановка вопроса. Он говорит, вот я сомневаюсь во всем, я ищу источники достоверности, я говорю о неком всемогущем Боге, или потом он злобного духа, который вводит на заблуждение, как бы прообраз матрицы всех современных интеллектуальных фикций. Кстати, когда интеллектуальная фикция употреблял, но у Декарта есть интересный момент. Но, допустим, даже Бога нет. Да, допустим, даже Бог не существует. И я возникаю в результате случайного стечения причин, по причине фатума, случайности. Будет ли тогда проблема достоверности проще? Будет ли тогда проблема истины? Более понятно объяснено. Он говорит, тогда еще сложнее. Если мы исходим из того, что мир возник в результате случайных причин, если человек возник в результате случайных причин, то проблему истины объяснить будет трудно. И вот в современной дискуссии добавляют важный нюанс. Существует, например, эволюционная эпистемология сегодня, которая пытается объяснить теорию истины и вообще весь аппарат познавательного человека эволюционно. А эволюционно — это значит объяснить возникновение знаний и науки как результат адаптации к окружающему миру. То есть эволюционно. Вот возникли вначале примитивная нервная система, потом мозг более-более... Ухи самозародились из грязи. Да, да, да. И вот мы доходим до человека и объясняем, что он ставит проблему истины, потому что когда-то его предок, адаптируясь к окружающей среде, пришел к тому, что знать истинную ложь, реальность и иллюзию выгодна и удобна для выживания рода. Но в таком случае, говорят современные последователи Декарт, вот философы, некоторые аналитики, в таком случае возникает страшная проблема. Потому что для адаптации к окружающей среде и для выживания проблема истины не обязательна. Мы это видим и по современной ситуации. Не обязательно ставить вопрос об истине, чтобы успешно конкурировать и выживать. А тогда не создашь науку, которая обгонит Китай 16 века. Вот в чем дело. Ваши петельники, египетические открытия, торговый капитал. Мы так вот промекнулись. Ну не все. В Европе там универсалии играли роль. Можем шире поставить программу, а в чем слишком обернуло. Открытие открытиями. Вопрос в том, как переварить было эти все открытия. То есть великие империи возникали и гибли, а вот то, что возникло на Западе в 17 веке, оно не просто завоевало мир, оно преобразовало мир. Оно дальше его, оно его не в политическом смысле, оно его культурно трансформировало так, как ничто в мире больше не трансформировало никогда. Что касается Декарта, то мы забыли еще об одном очень важном моменте, о котором начинали говорить. Ведь ключевое понятие его философии – это понятие свободы. Причем, каким образом он обосновывает понятие свободы, аналогично тому способу, которым он обосновывает взаимодействие души и тела, и его неразрывность. Мне это звучит Талмудическое, напоминает обоснование, когда предопределено все, но человек свободен. Знаменитая формула. Пробязательно так, как у Декарта. Он говорит, да. Что касается свободы, то в мире, где действуют какие-то там правила и законы, наверное, ее вывести невозможно, но она для меня является фактом непосредственным. То есть, главная идея Декарта – это то, что наш ум, как он говорит, сознание – это термин маргинальный у Декарта, что очень характерно. Он автор этого термина, в том смысле, что консиенция он начал понимать не просто как совесть, а именно как некую познавательную особенность нашего ума. Но эта самая консиенция – это свойство. Одно из свойств нашего мышления, а не самостоятельная инстанция, как ее стали понимать потом. Декарту было хорошо, он верил в отсутствие греховного коварства, а потом вынуждены были остаться только со своим разбитым сознанием и корытом. Так вот, получается, какая вещь? Свобода – это не то, что фиксируется на уровне ясных и очевидных идей. То есть, воспринимать свободу нужно другим регистром нашего ума. Наш ум очень многопланов. Чувственность наша – это еще один регистр, который тоже не следует смешивать ни с восприятием свободы, ни с восприятием очевидных идей. Все эти стороны нашего «менс», ключевое понятие Декарта, вот его душа на самом деле сводится к понятию «менс», а этот самый «менс» в традиции схоластической… От чего пошло слово «менталь»? Да, в латинской философии. От чего происходит? От Августина, собственно, который считал «менс» средоточием образа Троицы в человеке. То есть, если человек – образ Бога, то где он – образ Бога? В чем этот образ, собственно, имеет свое основание главное? В «менс», говорит Августин, частями которого являются все остальные вещи. И почему мы говорим о медитациях, в конце концов? Почему в русском языке, в русской традиции, принято это размышление первой философии? Да, можно понимать этот термин и таким образом, но тогда мы не поймем, чем это рассуждение отличается от всех других. Андрей говорил насчет шести дней творения. Причем это не просто шесть дней творения, сам жанр медитации – это первое философское произведение в западной традиции, которое так называется. Декарт. Есть специальные… Это даже не открытие уже. С 60-х годов существуют исследования, причем они начались именно в англоязычной философии, что характерно, не во французской, которые доказывают, что это произведение построено по образцу упражнений, экзерциций духовных Игнатия Лойолы. Причем Игнатий Лойолы – это лишь один из представителей мощной духовной традиции, западной такой полумистической мысли. тренировка, медитацию – это до сих пор один из уровней молитвы католической. Мы можем перейти к очень важному образу. Декарт впервые создает трактат, в котором предлагает… Я так же грубо, извини. Предлагает схему тренировки духа. Зная вашу грубость. Речь идет о создании некоего небольшого трактата, в котором всем предложена тренировка нашего духа, который может наш дух усилить, да и неограниченных возможностей. Он в виде инструкцию написал, как его читать надо. Никто этого не следует. А его надо читать несколько месяцев. Потому что в рассуждении… Согласно выбирая момент особой концентрации. Времени на фернологии духа не останется. В рассуждениях о методе есть очень важная деталь, где он предлагает свой пример и для чего нужен метод. Метод нужен для того, чтобы пройти кратчайшим путем, при этом максимально усилить эффективность своих действий. И вот эта идея, которая осталась незавершенной в дюскурсе о методе, вот она пришла сюда. То есть речь идет о том, что на небольшом пространстве, фактически 6 медитаций, это может быть 6 часов, извините, но каждый день по часу, на протяжении, скажем говоря, недели мы достигаем какого-то результата, который неимоверно усиливает возможности нашего духа. То есть это некий тренинг. Тренинг. Вот для чего это не было написано. Ключевая идея тренинга. А почему? А потому что свобода наша является краеугольным камнем всех вот таких. Мы этот тренинг можем выбирать, можем не выбирать, говорит Декарте. Изначально он говорит, однажды в жизни всякий здравомыслящий человек, начинается. В какой-то момент он должен прийти к тому, чтобы поставить под сомнение все свои предыдущие накопленные в жизни багаж своего опыта, предрассудки. Это типично медитационное вступление. Так писали Тереза Авильская, Лойола. То есть мы приходим на исповедь, где мы должны все, что мы накопили, зажигать под огромную сумму, поставить под вопрос, чтобы нечто получить. Где-то в середине, это целая литература, это жанр с каноном, то где-то в середине этого произведения должно быть хвала Богу за те откровения, которые он предварительно дал. Концептор медитации. Концептор медитации. И тут у него обязательно это все присутствует. То есть это по канону сделано. И главная же идея Декарта в чем? Еще его называют рационалистом. Вот тоже, если бы, слава Богу, этот стереотип никто сегодня не употреблял. Дуалист был, рационалиста не было. Но что говорит этот рационалист? Он говорит, что вообще логика не нужна. Зачем она, если естественное устройство нашего ума, оно само приводит к истине. То есть человек не должен истину как-то симулятивно измышлять. Это не твое дело, грубо говоря. Ты должен концентрировать... как хотел Лебнисом. Счетная машина. Да, да, да. Не, 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 ни в коем случае. Ты должен... Ты должен включить механизм, который работает сам. Тренировать внимание. Аттенцио. Ключевое понятие. Аттенцио. Если ты обратишь острие своего менс на проблему, то есть, грубо говоря, сконцентрируешься правильно, и у тебя будет опыт решения математических задач, который тебе поможет отличить истинное решение от неистинного, то есть ты будешь видеть свет естественный, неестественный, полуестественный. Так вот, чтобы у тебя был опыт видения этого света, ты должен решать математические задачи. И когда ты их нарешаешь и предельно сконцентрируешь свой ум один раз в жизни, уединившись, так сказать, от мира и сосредоточившись на том, что у тебя там внутри, то ты, в общем-то, естественным путем это твой механизм такой сложный, который твоему управлению не доступен, он тебя сам приведет туда, куда надо. И вот Декарт показывает, к чему я пришел. Идите за мной. Причем там очень интересно, в первых изданиях отсутствуют абзацы. И сейчас Декартоведы страшно спорят уже довольно давно. Это он специально сказал, чтобы абзацев не было, чтобы текст такой сплошняком шел, чтобы человек туда погружался и уже как бы не выходил из него. Или это просто типограф, значит, что-то там напутал. Бог его знает. Потому что кое-где абзацы есть, кое-где нет. И вполне возможно, это какая-то хитрая Декартовая такая ловушка, что вот текст, это тебя должен захватить, и ты идешь медитативным путем, погружаешься. То есть это медитации чистого вида. Это такая умственная молитва, если хотите. И отсюда выходит основание физики, основание... Мы говорим о изобретении жанра. Вы понимаете, это очень важно. И если Алексей спрашивает о том, что же начинает менять, то мы как раз нащупали не только содержание, но и ту форму, в которую Декарт облекает вот этот новый подход к мышлению. Эта новая форма предполагает активное мышление читателя. И под это строится сам трактат. Он выступает как некий тренер, который предлагает читателю пройти с ним некий путь. Шаг за шагом. А иначе говорить нельзя. Выстроить свои рассуждения. Или вы свое внимание воспитаете соответствующим образом, и тогда вы будете мыслить так, как нужно мыслить, ваш ум будет приучен. То есть у него же там образ такой, мой ум своевольно стремится вырваться из-под дисциплины. Давайте попустим вожжи на секунду, потому что он не привык быть в строгих рамках истины. Он любит рассеиваться. Давайте его на секунду отпустим. Он подумает, что его отпустили, а потом мы напряжем эти вожжи еще сильнее, и вот он уже никуда не денется. Так и дождь здесь. Да. Вот, понимаете, мы на самом деле, вот когда говорим о этой разноплановости Декартового одного даже произведения, я считаю, что это имеет большую пользу, нежели если бы мы излагали вот просто системно, там вот с этого начинается, с этим заканчивается. Потому что сам по себе Декарт, это вот целый такой особенный мир, и он осуществил, ну, мы говорим, что Запад победил в технологическом соревновании, да, что он создал такую науку, которая в мире небывалая. На самом деле, все эти свершения цивилизационные, они, безусловно, окоренятся в некой духовной основе, то есть в неком понимании мира, из которого исходит возможность такого рывка. Так вот, это понимание мира в эпоху нового времени, оно очень глубоко и разнопланово. И когда мы говорим Декарт рационалист, это попытка какой-то аспект выдать за целое. Это попытка свести к чему-то очень простому то, что является неимоверно сложным. Потому что философские дискуссии вот даже в пределах самой картезианской традиции, например, Паскаль, это такой очень неортодоксальный, но картезианец, безусловно, которого никто почему-то нещен, ну, там, мистикон и все такое, тоже выдающийся ученый. Так вот, надо это рассматривать как разновидность картезианской дискуссии. Это дискуссия не просто о том, как нам основание науки построить, это дискуссия о человеке в мире, безусловно. Если мы требуем доверия, как нам удостовериться в своих знаниях, на самом деле мы хотим упрочиться, проблема прочного основания в мире нас интересует. Некарт предлагает пример своей жизни как некий образ, некую парадигму. Он хотел всю жизнь написать историю своего эсприи, которую можно духа считать, а я считаю, это ума надо переводить. Он хотел показать каким же медитацией какой-то прообраз. Здесь нет биографистики, но какой-то биографический момент присутствует, потому что уединение в комнате, этот образ, который у него проходит через все творчество, а знаменитое озарение Декарта в 619 году, он как раз был в комнате жарко натопленной в Германии, уединившись. Прожил жизнь, досуг. А вот до тюнициального осуществления всяких логарифмов не дошел, не дошел. И кажется, это математик не самый великий, там уже ленинсы. Ну, знаете, математик, он, конечно, по-своему, все-таки получше многих. Получше среднего, я думаю, что школьника. А во-вторых, Декартовая система координат. Вот только еще что? Подождите, аналитический, это значит, аналитическая геометия. Формула, по которой вычисляли эти артиллеристы, куда снаряды писать? Возвращаясь к вашему замечательному началу, Алексей. Кстати, он сам был артиллерист. Ну, не артиллерист, а инженер. Он ведь военный инженер. Как он нанимал. Поучаствовал, конечно. Был один из первых, кто вошел в свете короля в Ларошель. Да, и так далее. Алексей, к величайшему сожжу. Подводим, мы подводим. я так точно чувствую себя таким вот не картезианцем сегодня. Даже иррационалистом. еще чувствует все. успех. Попытаемся сейчас прошить то, что мы наговорили. Прожили в виде воображения наших гостей, как сказал бы Декарт. Значит, мы можем констатировать, что, я могу позволить себе констатировать, что Декарт это просто очень яркий цветок на таком могучем дереве христианской традиции. Отделить Декарта от христианства невозможно. Дзянь Цзимин, предыдущий лидер КПК, Коммунистической партии Китая, говорят, уходя в отставку, сказал, что если бы он мог сделать, если бы он знал, что этот указ выполнят, он сделал бы государственную религию Китая и христианство. 130 миллионов практикующих христиан сейчас в Китае и количество увеличивается. По некоторым данным, через 30 лет их будет 30% население Китая. 500-600 миллионов человек. Значит, как правило, это христиане живут в Шанхае и на южном побережье Китая, где наиболее мощный взрыв, экономический взрыв. А у нас коофицианцы прибывают, и лезут. Да, более того, они думают, что медитация это восточное слово. Это меня всегда поражало. Ты просто родишь. Так что получается, что эта традиция многообразна, она кумулятивно прирастала. Видите, мы спустились по этому дереву к Августину, прошли через Холастов, нашли отзвуки в Декарте. Запад, к сожалению, мы можем сказать, констатировать, в значительной степени сейчас отказался от своей собственной традиции и неизвестно совершенно, что будет дальше. Если мы не опомнимся и не сделаем цивилизационный выбор, к возвращению к философии, христианской традиции, тому глубокое убеждение выстрадано, так сказать, в философских баталиях. Сегодняшняя беседа яркое подтверждение. Настолько многопланово. Видите, человек обращается к людям, говорит, вот метод, который сделал мою жизнь. Грубо говоря, тут и Киерк-Егр, и Кант, и все, что на свете. Посмотрите на мою жизнь, наш мозг, наш мир, создан Господом Богом, он главный, поверяющий во всех наших делах. Наш мозг создан, специальная душа и тело созданы по единому рациональному замыслу. Этот замысел можно познать. На нашем сознании работает система линз, которую надо правильно отстроить. И милостью Божией, естественный свет, идущий от Бога, будет всякую истину, всякий предмет, на который мы будем обращать внимание, подсвечивать нам наилучшим и самым достоверным образом. Вот как работает вся моя жизнь доказательствует системы, жизнь непростая, и так далее, и так далее. И вот истина Декарта. Единственное, что мне хочется сейчас сказать, что понимаете себя как систему линз. Если все наши вопрошения, которые мы сводим к миру, это кто мы, в каком мире мы живем, и в каких отношениях мы с этим миром находимся, спросите себя, а кто дает нам возможность задавать такие вопросы и поверяет все эти три вопроса своей вот этой вот незыблемой, является незыблемым основанием. Отстраивайте линзы. С нами был шеф-редактор Ох, богоискательство опять, богостроительство в студии, но ничего. У нас и скептик. Развели. Да, скептик есть. Андрей Митлев, шеф-редактор канала, благодаря которому только возможна эта передача, и генеральному продюсеру вообще самому каналу Крилайф ТВ. Сами я считаю, Укрилайф и философы, вот так мы задаем. Укрилайф и философы, да. Или наоборот. Олег Хама, который представляет сегодня, в том числе... И как привет Виннице, потому что такие люди в Киеве. Винницкий национально-тихнический университет. Андрей Олегович, что-то нет, есть у него друзья. Я буду у вас иногда бывать. Я вам скажу, это одно и то же мафия. Выпускники, это же один курс. Это важно на одном курсе. Не одно курсе, как раз, раз. Но мафия одна. И Андрей Бомесов, доктор философских наук, который бессменный участник нашей передачи. И Алексей Ростоевич, ведущий. Спасибо вам большое. Оставайтесь с нами. Вас ждет пятая передача ближе к Новому году. Субтитры создавал DimaTorzok